ПЕСНЯ Буковинская песня напоминает Дайте самые бодрые, радостные слова И буковинцы подберут к ним грустную и печальную мелодию В этих мелодиях вся история края Вот неграмотный темный парубок Почему? Говорит, что не знает Отец просит прощения, он тоже неграмотный И всю жизнь питается мамалыгой с картошкой Едим, говорит мамалыгу, добродим по горам отравленные болезнен Не пишем мы, не читаем А неграмотных у нас девять на одного Помогите Буковина красива О буковине ходит слава, как и в самом очаровательном уголке Европы Поэты называли ее раем, зеленым краем, сладкою буковиной Только народ о своей славе говорит иначе Цульская слава, яка ж ты кривала В древние часы нашей истории, в период Киевской Руси, буковина была частью галецкого княжества Когда татарское нашествие подорвало галецкое княжество Изменилась судьба буковины В середине 14 века татарских ханов заменили воложские господри В 16-м столетии буковины захватили турки А в конце 18-го авто-венгерская монархия, отдавшая буковину на отпуг польской шляхте Эти горы и леса не раз были свидетелями жестоких неравных боев буковинцев со своими притеснителями Помнит буковина героические дела Алекса Доубуша и Лукьяна Кобылиции и других народных повстанцев опрыжков В 1918 году, когда пала австро-венгерская монархия, Антанта отдала буковину Румынии Упала на буковину черная румынская ночь Село и город поработил румынский шантарм За свадьбу и похороны хабар сто палок без суда разговаривать только по-румынски Украинские крестьяне в буковине так обеднели, что перестали покупать даже керосин Даже спички были далеко не в каждой хате Как в глубокой древности, люди переносили горящие угли от жилища к жилищу Приисподняя Европы, назвал Румынию Анри Барбюс в своей гневной книге палачи Черновица, главный город края На 125 тысяч жителей здесь было 10 тысяч безработных Десятки предприятий закрыто, ни одной украинской школы Зато было 4 тысячи магазинов, 20 тысяч торговцев Лицо города узнается по лучшим зданиям Вот резиденция буковинского митрополита Синагога На постройку синагоги фирмы не пожалели затрат От австрийского императора румынам досталось красивое здание городского театра Какое оно внутри, никто не помнит В Черновицах трупы не было Единственной формой культурного обслуживания масс была карусель Даже не одна, а целых три Стояли они в центре города на большой площади Под шарманку здесь закручивали головы обывателям, парубкам и девушкам Приходившим сюда из окрестных сел на базар Такое оно румынское счастье трястья его матри 3 тысячи проституток и 100 домов теклимости только в Черновицах Невероятно, но факт Говорит только по-румынски Говорит только по-румынски Говорит только по-румынски Вот завод румынского короля Муковинский рабочий работал по 12 часов ежедневно В условиях подлинного колониального режима Быть безработным в Буковине для украинца означало то же самое, что быть осужденным на медленную, но верную смерть Нас не интересует судьба не румын Сказал румынский премьер на вопрос о состоянии безработицы в Буковине От заводов и фабрик остались только стены Машины и станки румыны вывели Даже шахты, существовавшие десятки лет, были забиты и затоплены Нефтяные промыслы разрушены Он ждал и готовился к встрече братьев В темных хатах, чтобы не увидел жандарм Долгие месяцы вышивали красное знамя для будущих освободителей красноармейцев Тихими ночами, когда все, казалось, спало в горах Как шелест ветра Как дыхание свободы слышала с песня Вошедшая в историю, как песнь народов всего мира КОНЕЦ 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 И все, правда, радовались. Некоторые упитанные мужчины поглядывали на нашу армию с довольно неопределенными усмешками. Они позакрывали свои магазины и банкирские конторы и плавали по тротуарам Черновицка, как короб и в аквариум. Что-то мы им не понравились, да и они нам не очень.